Всем привет! Сегодня будет необычный выпуск опять с трубочистом Вольдемаром, который принес сегодня небольшую интересную находку, о котором он сейчас сам расскажет. Сегодня у нас найденный на чердаке грузинский черный чай с сахаром и лимоном. Год производства точно неизвестен, но по ГОСТу 89-й. То есть с 89-го по 91-й, так как Грузия вышла из состава СССР. И сейчас мы пробуем протестировать этот чай, попробовать его вкус. Если мы выживем, то значит все будет хорошо. Раритет. Открыли. Только каким-то... Пахнет говном и палка. Ну надо попробовать. Так, читаем инструкцию. Читаем инструкцию. Грузинский черный чай с сахаром и лимоном. Способ предавления. 2-3 чайные ложки. Концентрат растворить в стакане холодной или горячей воды. Надо быть горячей. Концентрат используется также для приготовления тонизирующих напитков, коктейлей, кондитерских изделий и так далее. Хранить в холодном месте. Срок ранения 2 года. Ну то есть он просрочен где-то на 26. Ну нормально, чуть старше меня. Так. Экстрим начинается. Вот такой густой, кстати. Давай, наверное, одну ложку на кружку. Не, я две. Я ее поясню. Бах, и тогда три вкуснее будет. О, да. Так, так. Кипяточек. Время тестирования. Ну пассаран. Хороший чай. Ну он даже, у нее такой привкус какой-то. Грузинский. Ну да, чего-то такого что ли, елки какой-то. Не, не, он более травяной вкус. Да, вот что-то такое вот более натуральное что ли. Да, вот запах запахом вот елок каких-то. Да, 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 вот каких-то. Хвойный такой привкус очень суть приятный. Чай на самом деле очень вкусный. Теперь попробуем понять, почему же за столько времени хранения, он хранился более, наверное, 20 лет, его вкусовые качества не изменились. Я считаю, как химик, потому что пробка была закрыта, кислорода не поступало, и все вкусовые вещества, которые содержались в чай, они не окислились, то есть остались неизменными. Я считаю, что этот чай мог бы храниться еще лет 10, и с ним бы ничего не происходило до тех пор, пока пробка бы не прогнила, и туда не начал бы поступать кислород. А так как он еще сделан был в советское время, сделан был качественно, и я считаю, что продукт очень хороший, и с точки зрения химии хранится он может очень долго. Я не понимаю, почему даже сейчас не производят такой чай. А то, что в пакетиках производят у нас, это иногда такая гадость, что лучше ее не пить. Так что всем, у кого дома хранится вот такой раритет, не выкидывайте его, откройте его на какой-нибудь праздник, удивите друзей и очень, кстати, хорошая штука на самом деле. Впоследствии, еще раз попробовав этот чай, я понял, почему он имел такой еловый запах. Оказалось, что в качестве лимона и отдушины в чай добавляют лимонен, вещество, имеющее лимонный запах. Однако у лимонена существует два стереоизомера. Д-лимонен обладает цитрусовым запахом, а его энантиомер, элло-лимонен, имеет ярко выраженный запах хвои. Думаю, в советское время очистка стереоизомеров не велась очень тщательно. Да и за 30 лет хранения вещества в чай могли немного измениться. Поэтому чай имеет неопределенный запах, что-то среднее между лимоном и хвоей. Также трубочист Вольдемар нашел на чердаке старую дымовую шашку, которую мы решили испытать. Оранжевый дым получается в результате наличия в горящей смеси красителя. Хризоидин не успевает сгорать, а возгоняется, и его частицы придают дыму такой оранжевый цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова